Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Елена и вы на канале в гостях Куленки и Пенки. Сегодня я буду устраивать душ своим орхидеям. Их необходимо промыть под струей теплой воды. Итак, вы берете, включаете кран, горячую воду и постепенно добавляете холодную. Вам необходимо, чтобы была достаточно теплая и комфортная температура. Далее мы берем нашу орхидейку. У меня вот они в таких горшочках, то есть дополнительно стоят. В этих я убираю, он нам не нужен. И мы начинаем проливать нашу орхидейку. В течение двух минуточек мы таким способом проливаем полностью по периметру. Это своего рода стресс для орхидейки. И она побуждается к действию, в каком именно она начинает активно расти. Это своего рода такой вот стимулятор роста. Орхидейка начинает активно выдавать листочки. Пробуждаются у нас почки какие-то, сквали, корешочки начинают новые расти. И заодно вы таким способом промываете горшок. Так как, если вы используете погрузной метод, частенько на горшках застаивается вода и становятся стеночки у нас зеленые. Это, конечно, хорошо для орхидеек, но, тем не менее, потом же им уже идет недостаток света, а это очень вредно. Итак, я выключаю воду и смотрим, что у нас получается. Смотрите, стенки когда промываются, вы тогда отлично видите, какая у них корневая масса. Вот смотрите, какие у меня хорошенькие у него корешочки. Вот зелененькие, очень такие жирненькие, хорошие корешочки. Смотрите, вот свежий корешочек. Вот у нас подвижка у корешочков. Далее разворачиваем. Вот у нас корешочек здесь активный. Еще поворот. Здесь, разумеется, отлично видно, что у нас активные корешочки. Вот корешочки. То есть орхидейкам это нравится. Я делаю уже не первый раз. И я не знаю, с этим связано или нет, но результат довольно-таки заметен. Я не знаю, сейчас видно будет, нет. Вот здесь вот у нас, смотрите, видите, точечка. Это тоже идет у нас новый корешочек. Причем я умею определять и я понимаю, когда идет корешок, а когда цветонос. Конкретно в данном случае это у нас идет еще один корешок. Так как он идет по верху, это, разумеется, будет у нас воздушный корень. На этом все. Он у меня полностью стекает. Я его ставлю в баночку. И протираем листочки. Вот так вот оно все будет и готово. И давайте я вам покажу, что, собственно, произошло. И далее я вам хочу показать, собственно, как выглядят мои орхидейки. Как у них дела. Давно я их вам не показывала. Начнем, пожалуй, с самой первой. Я буду показывать на подоконнике. Я их теперь все вымыла. Они у меня просушились и стоят. И вот, смотрите, самая первая. Вот такая вот оригинальная. Не уверена, что я ее вам хоть раз показывала. Поэтому показываю сейчас. У нее цветение идет. На ней написано год покупки 2018. Как вы видите, бледно-беленькие цветочки. Остренькие листочки. Губка вот такого вот насыщена. Очень темненького такого цвета. Красивая. И, как мне объяснили, что это у меня вообще мультифлора. Я с таким ни разу не сталкивалась. У меня опыта нет. Ну, поэтому поверю, как говорится, на слово. Почему такой вывод? У меня цветонос. И он идет, разветвляется. Смотрите. Один, два, три. То есть, цветонос маленький, но при этом состоит из трех частей. Вот здесь вот тоже она уже цветет. Красоточка. У нее очень хорошая листовая масса. Как вы сами видите, она прижата к стене. Так как заваливается под собственным весом. Горшочек. И корневая хорошая. Корни вот даже можно увидеть. Здесь отличные воздушные. Далее смотрим. Вот это вот у нас орхидейка. Что я сделала с ней пару дней назад? Я убрала один цветонос. Вот он. Я его состригла. Для чего это сделала? Растет новый цветонос. Был живой цветонос, но не цвел. И вот у меня еще один цветонос. То есть, на орхидейке сразу три цветоноса были. Но эти вот у нас цветочки уже, как вы видите, подсушивает все. Поэтому я решила, что для одной орхидейки три цветоноса это довольно-таки много. Вот тут у нас отличный воздушный корешочек, как вы видите. Орхидейка хорошо выглядит. Но я решила, чтобы хуже ей не было, не навредить. Я убрала у нее один цветонос. И далее я вам покажу. Вот смотрите, воздушный корешочек у нее. Вот еще один растет. И корешочки, в принципе, можем посмотреть. Как вы видите, вот корешочки. Вот корешочек спускается. То есть, активненькие, такие бодренькие, хорошие у нас корешки. Следующая орхидейка. Она только-только у меня отцвела. Пару дней назад я состригла ей. И после того, как я полила, я не знаю, может быть, с этим связано. Может быть, просто, что, в принципе, сейчас период весна. Но у меня очень активно стали орхидейки наращивать листочки. Вот, смотрите. Малыш растет, листочек. Вот. И сама она хорошо выглядит. У нее хорошая корневая масса. Следующая орхидейка. Вот она у нас. У нее есть цветонос. Я его пока не обстригаю. Он один. И он хорошенький такой, насыщенный. Но при этом, вот прошу... Ой, господи. Прошу обратить внимание. Вот у нас цветоносик лезет. Еще один. Корневая, как вы видите, хорошая. Хорошие довольно-таки корешочки. Листовая масса также у него отличная. Отдвигаем. Ну, это у меня хлорофит. Он тут стоит. Следующая орхидейка. Это наша, собственно, реанимашка. Напомню. У нее она выдала... Вот у меня хороший листочек она выдала. И вот сейчас активно растет листочек. Это тоже более или менее. А это еще когда она болела. И как бы корешочек этот до сих пор еще тот. Здесь, обратите внимание, у нас растет новый корешочек. Здесь вот у нас хорошенькие корни идут. И давайте я, пожалуй, вытащу, чтобы не быть голословной. И покажу, какие у нее орхидейки. Сейчас должно быть отлично видно. Вот, смотрите. Вот у нас. Видите? Остренькие. Активные. Наверху активные. Вот активный корешочек. Отлично выглядящий. И вот, смотрите. Активные. Все корешочки довольно-таки хорошие. И вот, смотрите. Вот корешочек. Он активен. У этого пока он замер. То есть тут я не могу быть уверенной, активный он будет или нет. Следующая орхидейка. Это из последнего. Она в одненаковой стадии. Пока ничего не происходит. Кроме того, что она активно открывает те бутончики, которые у нее были изначально. Это из последней покупки за февраль 2020 года. Здесь у нее, видите, цветочки она наращивает. И вот здесь два цветоноса. Вот один. Вот второй цветонос. И крайняя орхидейка здесь растет. Она очень активна, как вы видите. Воздушных корешочков очень много. Листовая масса хорошая. Вот у нас новый листочек растет. И пошли, 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 пошли. И цветонос. И цветочки продолжают. Причем самое удивительное, это единственная орхидея, которая растет довольно-таки интересно. Этот цветонос с прошлого года, то есть с 2019. Набирает цветочки, отсветает. Продолжает расти, набирает бутончики, отсветает. Набирает бутончики, отсветает. И вот так вот тянется, тянется. Почему так происходит, не знаю. И покажу еще те, которые не цветут на другом окне. На этом подоконнике у меня еще несколько орхидеек. Они не цветут. Просто быстренько я вам хотела показать. Смотрите, орхидейка, новый листик. Орхидейка активно наращивает корешочки. Орхидейка, тут еще не видно, но тут будет новый листик. И хорошая корневая масса. Орхидейка, новый листик. И наращивает. Далее, орхидейка, новый листик. И хорошая корневая. Кстати, это та орхидейка, на которой была детка. Детку я отсадила. Она сейчас на мхе. И я надеюсь, она нарастит у нас корешочки. И самое последнее. Вот она, орхидейка. Там проклевывается листочек. Но, к сожалению, еще настолько мизерный, что его даже не видно. На этом, собственно, и все. Все мои орхидейки. Я желаю вам всего доброго. Большое спасибо, что подписываетесь на мой канал. Смотрите мои видео. Ставите лайки, дизлайки. Я вам за это весьма и весьма благодарна. Всего доброго. И до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok